Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Главным предметом богословия говорил святейший Фотий, патриарх Константинопольский, является человек. Человек – столь интересное существо, замечено не нами и не сегодня, замечено давно, еще древними, много есть вещей на свете, вещей чудесных, человек их всех чудесней. Человек – столь чудное существо, что в христианстве, уж помимо того, что мы видим его сложно составленным, органично придуманным, творческим таким, который имеет власть над рыбами, птицами, над всей природой, в общем, одарен человек безмерно, и красив, и странен, и удивителен. Кроме всего этого, в христианстве мы узнаем о нем нечто более важное, что, оказывается, настолько драгоценен, что Бог воплотился, его человечился, то есть Бог сам стал человеком. Настолько важен человек, что он способен с Богом так тесно соединиться. Этого нельзя сказать об ангелах, например, ни одном другом живом существе. И настолько он важен, этот человек, любой человек, что сердце его представляет собой поле битвы, на котором дьявол с Богом борется, по бессмертной мысли Федора Михайловича. Человек. Вглядываясь в человека, мы, братья и сестры, то ужасаемся, то плачем, то радуемся, то изумляемся. Известно, что Эзоп, как передают о нем, часто ходил по базару с зажженным светильником. В ответ на то, что он делает, на вопрос, что он делает, он говорил, что ищу человека, имея в виду, что того человека, каким он должен быть, мы вокруг себя не видим. А видим возле себя, значит, испорченное, обезображенное, добровольным грехом и невольными преступлениями, и наследственностью греховной, эти, как бы, испорченные иконы. Это говорил Эзоп, хотя впоследствии, значит, молва приписывала это известному философу Киннику, который ночевал в бочке по имени Диоген. Тот самый Диоген, который Александру Македонскому говорил, не закрывай мне солнце. Живя вдали от людей, измучившись пребыванием с людьми, он, однако, тревожил людей частенько своими такими странными выходками. Про Диогена говорили, что это сошедший с ума Платон. Он был и гениален, и странен одновременно, называя себя собакой, отчего и пошло слово «школа кинников» или «циников», что вошло в нашу речь, как такое образное наименование странного человека, презирающего общественные вкусы. Диоген жил в бочке за городом, на берегу моря. Когда Александр увидал его, спросил, что бы тебе хотелось от меня, я повелеваю всем миром. Говорит, ты мне солнце не закрывай. И кроме того, сказал еще интересные слова, что странно, что ты воюешь за власть ради того, что мне и даром не надо. Если бы не дали, я бы не брал. А ты ради этого и воюешь, и стремишься к чему, и так далее. Сей Диоген, говорят, тоже ходил со светильником по городу, говоря, ищу человека. Имея в виду, Имея в виду, что, говорит, ну, глупец, ты вокруг людей ходишь, каких людей ты ищешь, если вон куда не глянь, то везде люди. На что Диоген с язвительностью, наверное, Иезоп так не говорил, потому что Иезоп был рабом, его бы за это сильно поколотили. А Диоген был свободен, свободный, житель свободного полиса. На что Диоген часто так дерзко и смело говорил, что разве вы люди? Вы гиены, шакалы, скорпионы, вы мокрицы, вы мыши, вы тараканы, вы демоны, а не люди. Значит, я человека ищу, человека я ищу и человека не вижу. Такими словами этот древний дохристианский юродивый, а некоторых философов можно называть юродивыми. Правда, не ради Христа, ибо Христа они не знали, но это были юродивые ради истины, ради правды, которую они искали. Они были жестоки к людям и обличали их, не стыдясь, чем совершали некую немалую пользу человечеству, ударяя в совесть и заставляя людей думать. Слова эти о поиске человека созвучны одной из проповедей святого Яна Златоустого. Он пишет, вернее, говорит, а за ним пишут, сам Ян написал, много, но не все, многое записывали, за ним скорописцы. В церкви, знаешь, до слова его бесценны. Вот он, обличая христиан, тогдашних христиан, живших в столице, говорит им, как я могу узнать, что ты верный раб Божий, верный христианин? Я даже не могу сказать, что ты человек, ибо ты стучишь ногою, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак. Ты злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид, и егидно враждуешь на братьев, как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видев тебе свойств естества человеческого? Я ищу в тебе образ верного христианина, а не могу найти даже разницы между зверем и человеком. Чем назову тебя зверем? Ну, у каждого зверя один только какой-нибудь порок, а ты, совокупив в себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неистовством. Действительно, зверь, если свиреп, то не лукав. Если хитер, то уже, по крайней мере, не силен, потому что хитрость не свойственна сильному, но хитрость защищает слабого. Но ты, говорит Златоус, собрав от каждого по пороку, собирая все это в себе, действительно превосходишь животное. Назову ли тебя демоном, но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. Какая интересная мысль. Демону не нужны деньги, ему нужны души. И демон не объедается и не спит лишнее, ибо бесплотен и в этом не нуждается. Златоуст бичует человека похуже любого диогена. Назову ли тебя демоном, говорит, да, но демон не служит чреву и не желает денег, а ты жаждешь этого. И когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, как назову тебя верным? Верным, то есть христианином. Одно из названий. Христианина – это слово «верный». В служебниках, молитвниках там так часто. Верные, кстати говоря, в литургии мы говорим, верные, о оглашенных помолимся. То есть верные – это люди, которые не оставляют церковных собраний, веруют в Христа, стараются жить по-христовому, хотя падают, но поднимаются, но от Бога не отрекаются ни словами, ни делами. Итак, как назову тебя верным? А что всего хуже, находясь в столь худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души, и не имеем понятия о ее гнусности. Перекликается такая филиппика гневная святого Златоуста с обличениями этого древнего юродивого по имени Диоген, философа Кинника, называвшего себя собакой. В этом пафосе обличения есть очень важная здравая нота. Действительно, человек достоин того, чтобы быть лучше. Фактически человек ужасен. Часто вот смотришь, на картины, допустим, того же Иеронима, например, Босха. Думаешь, где он такие рожи находил? Где он нашел такие страшные морды, окружающие Христа? Вот там, где есть такая картина у него, несение креста или терновый венец, или там, скажем, ярмарка дураков, или слепые, или много его картин. Думаешь, где он нашел такие страшные дикие лица? Да и не только он, многие другие. Но потом присмотришься, действительно, да и в зеркало, собственно, посмотришь, думаешь, точно, все так и есть. И этот пафос обличения, он тревожен любовью, потому что человек должен быть лучше. Мы не являемся теми, какими создал нас Бог. Мы испорчены изначало и добровольно портимся все больше и больше. Поэтому один из святых златоуста в русской церкви, Филарет Дроздов, говорил, что не ищи на земле человека. Человека на земле нет. А где он? Человек, одесную Отца на небесах. Христос, ставший человеком, Бог, воплотившийся и ставший человеком, это человек в подлинном смысле слова. Христос – это человек, который не имеет греха, не боится смерти. Христос – это человек, который не имеет в себе ни одного порока, ни зависти, ни жадности, ни похоти злой, ни человеку убийству затаённого, ни клеветы, ни обидчивости. Христос действительно чист и прозрачен для Божьих мыслей. Он кланяется Отцу в Духе и истине, как Сын. Он служит Богу и целью своей жизни полагает исполнению его воли. Христос открыт любовью к каждому человеку. Он сострадателен и смел. Он милосерд, но не дерзок. Во Христе есть всякая красота без всякого недостатка. Красота без пестроты. Он прост и божественно красив. Это настоящий человек. Бог, ставший человеком, есть человек настоящий. Пожив на земле тридцать лет с небольшим, потерпев крестное страдание и умерев нашей смертью, Иисус Христос воскрес из мёртвых и восшёл на небеса и, согласно Евангелию, сидит во славе Отца, по-славянски одесную, то есть как бы с правой руки от Отца своего. Христос во славе это и есть настоящий человек. Поэтому Филарет Дроздов говорит, когда поищешь на земле человека, то поищешь и не найдёшь. Тогда возведи очи свои туда, на небо, где Христос одесную Отца. Настоящий человек там. И мы должны быть похожими на Него и стремиться преображаться от славы в славу, от образа в образ, как бы списывать себя как художник, на картину образец переписывая, так и мы с Христа себя должны переписывать, чтобы воспринять внутри себя Его добродетели и быть чуть-чуть на Него похожими. Желательно побольше. Вот тогда мы будем настоящими людьми, будем приближаться к норме человеческой, ибо эталон и норма человека это Христос во славе. Вот такая тема, братья и сестры. Желаю, чтобы мы не были с вами ни лошаками, ни ослами, ни медведями, ни скорпионами, ни змеями, ни демонами, но изменялись к лучшему и были хоть немножко похожи на Господа Иисуса, а со временем больше и больше. Это и есть наша творческая задача. Будьте Богом хранимы, доброй ночи, сам Христос да благословит всех нас и да сохранит и всему доброму да научит. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова